Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй меня, греши. Номер 123. У нас насчитывается Новый Завет, наше второе издание, три тома. Полностью Матфея и до откровения, полностью с откровением толкования. Такое полностью впервые вышло за 2000 лет. Первый раз, потому что всегда до евреями, евреями оканчивали. А теперь это в одном комплекте идет. Вот как выглядит. Мы насчитываем, чтобы могли слушать люди. Говорят, мы слушать легче можем, чем считать. Ну, посмотрим, как это будет. И раскрасили Гестава Даре, лучшего иллюстратора. Это 230 его картин, гравюр и 10 из кластики. И тут же даются комментарии. Это у меня что означает? Первый том. На места блаженного фефилакта, где он говорит о необходимости проповеди. Вот как выделяется жирно. И даются 297 комментариев. А другим шрифтом и отчеркнуто. Толкования никакого мы не даем. И так будем через него непрестанно приносить Богу жертву хвалы, то есть плод уст, проставляющих имя его. Толкование. Через него, как через первосвященника по плоти, мы возносим отцу жертву хваления, то есть Евхаристию. Ибо мы благодарим отца за то, что он даровал сына своего ради нашего освящения, это же ради немощных. Что сын имеет благодать, очевидно из того, что он имеет с отцом равную честь. «Дабы все чтили сына, как чтут отца» Иоанна 5, 23. И так сама Девхаристия плоду уст, проставляющих имя его. Поэтому первосвященники ветхозаветного закона и не могут участвовать в этой жертве. Ибо те, кои совершенно не были освящены Христовой кровью, не могут благодарить за нее, потому что пребывают в том же самом неверии. «Смотри же, как снова побуждает их благодарение, а не роптать и не говорить по-молодушию чего-нибудь дерзкого и наглого». Евреям 13, 16. «Не забывайте также благотворение и общительности, ибо таковые жертвы благоугодны Богу». У меня написано о том, что прятаться за стены, как уходят где-то, благотворительность. «А ушел ты, какая благотворительность? Корешки питаться, и тебе кто-то принесет. И общительность. Нет, нельзя разговаривать, нигде нельзя». Молчание было избрано главным достоянием сви-монашества. Ну и вот домолчались, другие заговорили. «Толкование. Где оправдывающиеся бедностью и потому не поддающие милостыни? Пусть послушают, что Павел убеждает беднейших, разграбленных, не забывать милостыни. Ее же он называет общительностью. А по какой причине, мы часто говорили. «Жертвы благодарения и благотворения, ибо ясно, что благородный, благодарный и щедр так, как он знает и каких удостоится благ». Евреям 13.17 «Повинуйтесь наставникам вашим и будьте покорны, ибо они неусыпно пекутся о душах ваших, как обязаны дать отчет, чтобы они делали это с радостью, а не воздыхая, ибо это для вас не полезно». «Толкование. Речь идет о епископах. Прежде похвалив их и назвав верными и достойными подражания со стороны взирающих на них, потом продолжает. «Повинуйтесь». Что же, не необходимо ли повиноваться всякому начальнику, хотя бы он был и злым? В каком ты смысле говоришь злой? Если относительно веры, то беги его, хотя бы он был ангелом с небес. «Если же он злой по жизни, то повинуйся ему». «Итак, все, что они велят вам соблюдать, соблюдайте и делайте, по делам же их не поступайте». Матфей 23.3 «Относительно же испорченных по вере говорит, учениями различными и чуждыми не увлекайтесь». «Итак, почему же?» «Потому что дурно поступающий, быть может, другим не посоветует жить дурно, ибо и сам он стыдится дурных дел. Ясно это и из того, что он всячески старается скрывать свои дела. Злой же по вере внушит свой образ мысли и народу. Выражением «будьте покорны» он указывает на такое сильное повиновение, чтобы, если потребуется, они послужили им делом. Да слышат наставники, что как народ должен повиноваться, так и священник должен неусыпно заботиться о народе, так как ему предстоит дать отчет за грехи их. «Если ты покоряешься, говорит, и угождаешь наставнику своему, то ты облегчаешь для него время заботы о тебе, так как он радуется твоему повиновению. Если же поступаешь бесстыдно, то хотя он и в таком случае будет заботиться о душе твоей, но если только ты не загладишь своего неповиновения, он будет воздыхать за тебя пред Богом, что для тебя не полезно». Бесполезно. И главное – воздыхать. «Ну и что воздыхает? Мне какое дело? Это свое дело? Нет, это скажется, споткнется. Настоятели, которые заботятся. Вчера выставили ролик, Смирнов Дмитрий говорит, священники должны жить скромно. Я покажу его, какие отзывы пошли, какие ругательства, до убийства священников. Он просто открыл это все, он то ли смеется, то ли… Ну, он сказал там, видимо, правду. Я даже ролик-то не смотрел, а по отзывам определил. Ну, ночью не включишь, вы спите, надо посмотреть будет, что он там говорит. И так далее. «Смотри же, наставнику он не позволяет ничем иным защититься, как только воздыханием. И хотя эта незаметность вселяет в него, наставника, дух кротости, Но против того неисправимого, возмущающего, грозного мстителя Бога, то есть против того грешника, который возмущает гнев Бога, с примечания редактора, он, то есть Бог, возжигает страшный огонь наказания. Посему ты, неповинующийся наставнику, не должен презирать его за то, что он воздыхает, но более должен бояться того, что он предает тебя Богу». «Богу предает, это все. Дальше». Комментарий Игнатия Лапкина. «Вот какие слова говорит святитель Дмитрий Ростовский о служении пастырей». Кавычки открыты. «Первому ветхозаветному архиерею Аарону Господь Бог повелел сделать святительскую ризу, на подоле которой должны были находиться золотые звонцы. Она будет на Аароне в служении, дабы слышен был от него звук, когда он будет входить во святилище пред лицо Господня и когда будет выходить, чтобы ему не умереть». Исход 28.35. Дивно было украшение этой ризы с позвонками, но еще более дивно то, что архиерея ожидала смерть, если бы архиерейская риза не имела позвонков, дабы слышен был сказан от него звук, чтобы ему не умереть. «Мы знаем, что все ветхозаветное было прообразованием новоблагодатного, и ветхозаветное священство было прообразом нашего священства. Звонцы же, издающие звон по толкованию святого Григория Двоеслова, знаменовали голос святительского учения, означали, что архиерей, как и иерей, не должен быть немым и должен провозглашать уже не звонцами, а устами и языком, уча и вразумляя людей Божиих по увещанию апостола. Проповедуй слово, настой во время и не во время, обличай, запрещай, увещевай со всяким долготерпением и назиданием». 2 Тимофея 4.2. «Твори дело благовестника. Звонцы были золотые, и из священнических уст должны исходить золотые слова о благоугождении, о святой и праведной жизни, о любви к Богу и к ближнему. Слова золотые, они оловянные, то есть полезные, а не бесполезные. Честные, а не бесчестные. Любовные, а не враждебные. Не оскорбительные и не гнилые. Не имеющие этих золотых духовных звонцов разума и книжного познания, не стяжавшие духа при мудрости и не способные к учительству, служитель Божий и пастырь душ человеческих нем, а вместе и мертв. Ибо как ветхозаветного святителя, если бы он дерзнул войти в святилище, без звонцов ожидала смерть, так и новоблагодатным архиереям и иереям, дерзающим принимать на себя со многими происками сан духовный, но не имеющим звонцов разума и при мудрости духовной». Звонцов, не то что звенит, это понимание, он нет, у него ни таланта, ничего нет, стал попом. «Немогущим получать Христово стадо предстоит некая особая смерть, не телесная, а духовная, ибо они почитаются Богом мертвыми, и каждому из них он говорит в апокалипсисе, «Ты носишь имя, будто жив, но ты мертв». Откровение 3.1. «Мертв пред Богом тот, кто только носит имя и сан пастыря, а обязанностей пастыря не исполняет. Обязанность же пастыря прежде всего заключается в том, чтобы получать полезно, уничтожая человеческие грехи и наставляя на путь спасения». Вот сколько много, это все комментарии дается. А что тут наше? Да ничего нет. Это Дмитрий Ростовский говорит. Но мы встали, чтобы расширить момент научения, побудить к этому священников. Вот что говорит Бог пастырю. «Взывай громко, не удерживайся, возвысь голос твой, подобно трубе, и укажи народу моему на беззаконие его». Исайя 58.1. А не то, что хвалите, надо хорошее говорить, хвалите, нигде ни разу не сказано хвалите, а наоборот обречаете, увещеваете, испорченная природа. Хвалите, ребенка надо хвалить, взрослым и хорошие, ласковые слова, говорят, это сатана хвостом мажет по губам. «Если же ты не будешь вразумлять его и говорить, чтобы остеречь беззаконника, то беззаконник тот умрет в беззаконии своем, и я взыщу кровь его от рук твоих». Езекииль 3.18. «Как бы своей рукой убивает грешника тот, кто не старался увещевать его и отклонить от грехов его. Молчащий язык пастыря является как бы мечом, убивающим душу грешника. Поэтому и апостол говорит о себе, «Горе мне, если не благовествую». 1 Коринфянам 9.16. «Горе молчащему пастырю, горе языку его, не проповедующему Слово Божие и не учащему». Слова Божие. Так. «Нехорошо архиерею не иметь в устах своих слова, называться учителем и не учить, носить на манте источники, а не источать из уст учения, именоваться пастырем, а не предлагать пажите своим овцам, носить на себе чин апостольский, а не благовествовать по-апостольски». О таких пастырях святой апостол Павел говорит, «Горе мне, если не благовествую». 1 Коринфянам 9.16. «Но еще горше архиерею не иметь доброго жития, взирая на которые люди получали бы пользу. Ибо если много может принести пользы учительное слово, исходящее из уст архиерейских, то еще более может принести всем пользы его добрая жизнь, так как голос дела звучит сильнее, чем голос слова. Слово слышно только предстоящим, дело же проповедуется до концов земли. Пусть ты носишь на языке свое мед сладкогласие, но если имеешь в сердце желчь грехолюбия, твое слово будет недейственным, подобно грому без дождя, бывающему в облаках. Какая польза от этого облачного грома, если нет дождя, изливающегося на жаждущую землю? Какое умиление душам от голоса учителя, если он не помогает им делом? Говорящий доброе, а делающий злое, более соблазнит, чем научит, и от всякого услышит притчу. Врач, исцели самого себя! Лука 4,23 это слова святителя Дмитрия Ростовского. Евреям 13,18 Молитесь о нас, ибо мы уверены, что имеем добрую совесть, потому что во всем желаем вести себя честно. Толкование Так как некоторые клеветали на апостола, будто он учит отступление от закона, то поэтому многие из евреев враждебно относились к нему. Поэтому он не обозначил имени своего в начале послания, так как они не могли даже и слышать о нем. Итак, защищаясь пред ними, прежде всего просит их молиться о нем, чего бы обычно просим от друзей. Затем раскрывает и свою невинность. Ибо между всеми, не только среди язычников, но и у вас, мы ничего не делали с лицемерием. Совесть наша чиста, и мы знаем, что не замышляли зла против вас, не сделали ничего дурного вам, не клеветали вас, то есть стараясь проводить жизнь осторожно и беспорочно. И то самое, что я говорю, что закон не имеет силы, это не речь врага и неприятеля, ибо я скорее ввожу исполнение закона и показываю, что тень получила конец. Итак, разве это отступление? Разве я вам не благодетель, когда веду вас к совершенству, совершенно отводя от тени и младенческого настроения? Евреям 13, 19. Особенно же прошу делать это, дабы я скорее возвращен был вам толкование. Желать им так тепло и со всей заботой молиться о том, чтобы скорее возвратиться к ним, это происходило от сильной любви к ним. Вместе с тем показывает, что он полагается на совесть и потому обращается к ним. Этого он не сделал бы, если бы учувствовал в своей совести что-нибудь дурное. Евреям 13, 20. Бог же мира, воздвигший из мертвых пастыря овец великого кровью завета вечного, Господа нашего Иисуса Христа, толкование, прежде всего, попросив у них молитв и почитав их, почтив их этим, потом уже Исса молится за них. Так как говорит, Бог есть Бог мира, то вы не должны возмущаться против меня, и при том по одному только слуху. Внедряет им учение о воскрешении, пользуясь пророчеством Исаии, 10 глава. А так как есть и другие пастыри, малые, то сказал великого, ибо пророки это многие учителя, но Христос наставник один для всех. То есть воздвиг его из мертвых после его смерти и после излияния его крови, так что он дал им завет, не подлежащий, как завет закона отмене, но вечный. Ибо и так воздвиг его из мертвых с кровью вечного завета, ибо по воскресении он даровал нам кровь свою в завете, ибо если бы он не воскрес, то кровь его не служила бы нам заветом. евреям 13.21 Да усовершит вас во всяком добром деле, к исполнению воли его, производя вас благоугодно ему через Иисуса Христа. Ему слава во веки веков. Аминь. Показывает, что они имели добрые дела, нуждались только в том, чтобы совершенствоваться в них. Об этом он и молится за них. Смотри, что мы сами сперва должны начать, а затем просить совершенства от Бога. Начать, то есть, если ты не тянешь, ничего не делаешь, а я молюсь, а ничего не делаешь, ничего нету. Ты только начни делать, и Бог сразу начинает помогать. Вот человек строит даже дом где-то, ничего у него нет. Ну начни помаленьку каждый день, сегодня одно, завтра другое, и оно все растет вперед. Так и построение в душе. Ничего не делает, никуда не идет, ни на благовестие не назовешься. Сидит сам по себе, гляжу, 30-40 лет прошло, и как будто бы он сегодня только появился. У меня один там потеряевка. Вот вы не так говорите, а вот если бы говорили так, вот с любовью, да, тут тысячи людей бы были. Я говорю, ты это хорошо знаешь? Хорошо, но почему же не говоришь? Давай сейчас телегу мы выходим, посередке поставим деревню, и ты говори. На благовестие ни разу не поехал. Когда 84 человека у нас написали, как они пришли к Богу, как в общину, я сказал, и все стали дома писать, принесли, а потом тут помогала мне одна сестра, напечатали 15-16 дом открытым оком. Он тоже напишу, дом строит потеряевки. Написал? Нет, дом построил, не написал. Я на благовестие поеду, как дом построю. Да Богу, разве можно говорить? Тем более воскресенье не строишь. Поехали? Не поехал, посереднейший день не поехал, а все время гундит, и гундит, и гундит. Вот и все. Даже пуговку застегну, только в храме уже кое-как можно заставить. Почему? Противный дух такой. И все время недовольство, недовольство, прямо непрерывное. Почему? Работы никакой над собой нет. А что можно сделать? Ничего не знаешь. Так отойди. Притом, говорит, я сделаю, все, не будет делать. Ну, изменения уже есть. Благословен Господь. Даже в этом году и помогал нам немного. Во славу Божию. Дальше. Кто усовершенствовался во всяком добром деле, тот и творит волю Божию, а не тот, кто наполовину делает добро. Наполовину. Следовательно, когда мы делаем добро, то это совершает в нас Бог через Иисуса Христа, то есть являющегося в качестве ходатая и совершителя. Ибо если Он совершил наше спасение в начале, то что удивительного и в том, если Он и при усовершенствовании в добродетелях является посредником и исполняет в нас волю Отца, сам укрепляя нас и вдыхая в нас силы к совершению добрых дел. К слову же благоугодное Он прибавил Ему, ибо мы тогда действительно благоугождаем, когда оказываемся добрыми пред Богом, а не тогда, когда перед людьми. И Давид говорит по чистоте рук моих предотчами Его. Псалом 17,25 И Исаия удалите злые деяния ваши от отчей моих. 1,16 Евреям 13,22 Прошу вас, братья, примите сие слово увещание. Я же немного и написал вам толкование. Не видишь ли, предлагает им то, чего никому не предложил. Не говорит же убеждение, но увещание, то есть поощряя, ободрение к терпению, так как он речь свою обращал к подвергшемуся гнению. Несмотря на то, что он так много сказал, он все-таки говорит немного, конечно, сравнительно с тем, что он желал сказать. Как бы так говорит им здесь, хотя вы и малодушны, поддержите меня, ибо не должен кто-нибудь отказаться ввиду того, что много сказано, хотя, как мы и видим, это и бывает среди малодушных, ибо они не выносят длинной речи. Евреям 13, 23. Знаете, что брат наш Тимофей освобожден, и я вместе с ним, если он скоро придет, увижу вас. Толкование. К Тимофею они не особенно враждебно относились, поэтому он и поставил его на первом месте. Откуда же он был освобожден? или был в темнице, или был освобожден, или отпущен был из Афин, так как он там был, Филиппийцем 2,19. И этого достаточно для того, чтобы убедить их оставить вражду к нему, когда он готов прийти с учеником. Быть может, это и случилось, и он путешествовал в Иудее из Рима, ибо в первый раз он был освобожден Нероном, как и сказали мы в поведении к этому посланию. Евреям 13,24 «Приветствуйте всех наставников ваших и всех святых. Приветствуют вас итальйские толкования. Смотри, какую честь он оказывает им, если даже наставников приветствуют через них. Ибо скорее ему надлежало написать послание наставникам и через них приветствовать управляемых ими. Этим он весь мам мудро врачует, особенно немощных. Я так привязан к вам, что не только я один приветствую вас, но такое расположение к вам внушаю и другим, так что и те, несмотря на такое довлекое расстояние, любят вас и потому приветствуют». 13,25 «Благодать со всеми вами аминь». Толкование. Так как благодать нечто общее, то он и спрашивает ее вообще всем, и наставникам, и управляемым. Что же такое благодать? Отпущение грехов, очищение, общение духа. Как же она могла быть с вами, если не будете пренебрегать ею, и если будете проводить жизнь достойно ее, ибо она пребывает с нами, когда мы делаем добрые дела, она же отлетает, когда мы живем не по заповеди, подающего нам ее. Но познавая благодать и то, что через нее получили, не будем оскорблять в своей жизни, даровавшего нам столь великого блага, но прославляя его добрыми делами и показывая, что он не спасал благодать эту ни на неблагородных и непризнательных, овладеем ею в душах наших силой самого Христа, благодетеля душ наших. С ним слава Отцу вместе со Святым Духом ныне и пресно и во веки веков. Аминь. Считай дальше. Апокалипсис? Конечно. Толкование на Апокалипсис. Откровение Иисуса Христа, которое дал ему Бог, чтобы показать рабам своим, чему надлежит быть вскоре. Откровение 1.1 От автора. Когда слышатся слова Апокалипсис, апокалиптический, то ужас, ожидание чего-то жуткого и неотвратимого охватывает человека. Взору апостола на острове в Игейском море открывается Христом Апокалипсис. Это откровение Иисуса Христа. Прошло 15 лет с тех пор, как была написана последняя страница этого толкования. Безо всякой надежды на публикацию. Прошло время, изменилось общество, изменились и мы. Есть богословия и книги, приходящие к нам из профессорских кабинетов, библиотек и аудиторий знаменитых школ. Есть богословия тех, кто молится в монастырях и кельях, подвизается в иноческом благочестии. Есть слова и речи, возглашаемые в сосветительских кафедрах. Но есть еще один вид благословия, богословия советских времен, когда идеологический и не только процесс безбожия подавлял все и вся, когда недоступны были библиотеки и книги академии, когда далеки и нечасты были когда оторвана была от людей наша отеческая православная наука. Однако, несмотря ни на что, сохранялись тогда среди людей не только веры и благочестия, но и жажда познания Слова Божия и желание поделиться познанным. Писались и книги без какой-либо надежды, что когда-то они будут наданы, изданы. Предлагаемая книга из тех времен, написал ее молодой дьякон по благословению своего духовного наставника Игнатия Лапкина, обратившего его в православие, наставляющего его в светоотеческом разумении Писания, а также по благословению духовного отца своего, протеерея Александра Пивоварова. Написал ее в Кизыле, центре Азии, в 1979-1982 годах. В те годы она была начитана на магнитофонные ленты, продолжительность звучания 24 часа, и распространилась по многим городам бывшего Советского Союза. Эти кассеты тайно прослушивались жаждущими разумения Слова Божия и изымались при обысках. Это будет первая публикация через 15 лет после создания. Если через то кому-то откроется Христос, если кому-то еще более полюбится откровение того, кто возлюбил нас, того, кто есть и был и грядет, и не хочет остаться сокрытым, то главное произошло. Об авторе родился в 1954 году из семьи немцев Минонитов, в православие обратился в 1977 году, выпускник Томского университета, где затем трудился научным сотрудником кафедры теоретической физики. Хсан Дьякон уникоположен в 80-м году в априсфитера в 82-м кандидат богословских наук Московской Духовной Академии. Ныне благочинный церквей Енисейского округа Красноярской епархии имеет пятерых детей. То есть мы не будем читать занятия потерявки, будем откровение снова начитывать. Ты читай. Вступление. На эту книгу существует много совершенно разноречивых толкований. Ее толкованием занимаются даже атеисты. Особое внимание уделяют сегодня ей сектанты различных течений, строя зачастую на откровение само основание своего вероучения. Причина противоречивости различных толкований апокалипсиса состоит в том, что человек пытается своим рассудком постишь богооткровенную истину. Своим рассудком. И поэтому ничего нет, одна насмешка получается. Смирения нет и ничего не будет. На одном месте прокрутишься жизни, ничего нет. А откровение было открыто в Духом Божием, поэтому им же только и может быть истолковано. Святой Ирине Леонский писал, ибо где церковь, там и Дух Божий, и где Дух Божий, там и Церковь, и всякая благодать, а Дух есть истина. Откровение дано Церкви Духом, и Духом же Церковь дает толкование. Только толкование Церкви может быть истинным. Вот так. В этой работе преследовались три цели. Первое. Изложить толкование на апокалипсис святых отцов Православной Церкви, просвещенных Духом Святым. Изложение это основывается на творениях святых Папия Иерапольского 1-2 век, Иустина, Философа 167-й год, Ирине Леонского 202-й год, Ипполита Римского 3-й век, Мефодия Потарского 312-й год, Кирилла Иерусалимского 380-й год, Ефрема Сирина 373-й год, Григория Богослова 389-й год, Иоанна Златоуста 407-й год, Андрей Кисарийского 5-й век, Иоанна Дамаскина 776-й год. Это год смерти указывается всегда, не год рождения. Лучшим основанием является толкование святого Андрея архиепископа Кисарии Каппадокийской. Он сравнительно кратко, Оно сравнительно кратко, но раскрывает самые ключевые моменты. Все остальные толкования можно фактически рассматривать как расширение и углубление его толкования. Его книга была взята за основу. Из позднейших толкований использована книга священника Орлова Никиты может Апокалипсии Святого на Богослово Опыт толкования Москва 904-й год. Мысли святых отцов иногда непосредственно цитируются. Большей же частью просто излагаются без приведения конкретных цитат. Иногда излагаются и наши рассуждения, которые однако не касаются ключевых моментов и являются только расшифровкой толкований отдельных текстов. Большей частью назиданиями. Вторая цель показать ложность некоторых толкований и учений широко распространенных в сектанстве среди баптистов, минонитов, пятидесятников, адвентистов, свидетелей и еговых. В основном это их ложные учения о семи периодах истории церкви, о восхищении церкви перед великой скорбью, о великой блуднице, под которой они дерзко понимают ту самую святую апостольскую православную церковь, то римский святительский престол, то экуменическое движение, также учения об антихристе, о тысячелетнем царстве хилиазом, о страшном суде, о вечных муках. Третья цель изложить некоторые мысли, скрывающие смысл и причины исторических событий, различных религиозных и других явлений в свете откровений, а также духовно-нравственные назидания. Помоги нам всем Бог. Откровение 1.1 Откровение Иисуса Христа, который дал Ему Бог, чтобы показать рабам Своим, чему надлежит быть вскоре. И Он показал, послав он и через ангела своего рабу своему Иоанну. Толкование Откровение или Апокалипсис это есть Откровение сокрытых тайн Божьих от Церкви Христовой. В нем вся жизнь Церкви от ее создания Христом до кончины века, а также жизнь будущего века. Откровение это то, что раньше было тайной, было сокрыто от людей, а теперь открыто как Откровение Иисуса Христа. Как все Писание христоцентрично, так и здесь в центре Иисус Христос. Но открывается он нам здесь в несколько ином плане, чем в Евангелии и в Деянии апостолов. Если там Христос прежде всего Сын Божий и Сын Человеческий, Спаситель глава Церкви, то здесь Иисус Христос грядущий, Иисус Вседрежитель, Иисус Судья. Отец открыл это Сыну, и Сын открывает людям, чтобы показать рабам Своим не всему миру, а только рабам Своим. Только Своей Святой Церкви Христос открывает грядущие судьбы. Книга повествует о надлежащем быть в будущем, а поскольку многое, о чем здесь говорится, случилось довольно быстро, то здесь сказано и о том, чему надлежит быть вскоре, после того, как апостолу Иоанну дано было откровение. Кроме того, пророческому взору и отдаленное предстает, как близкое, скоро совершающееся. Да и что такое далекое по времени в сравнении с вечностью? Если здесь сказано, что будет повествоваться о том, чему надлежит быть, то это не значит, что будут описываться события только будущего. Так в Откровении 1.19 там Господь и поясняет, что здесь описано, что ты видел, и что есть, и что будет после сего. Это откровение посылается через ангела, то есть откровения тайн в апокалипсисе в основном дяются через ангелов, и мы увидим, как Иоанна будут водить ангелы, с ним беседовать, как они будут показывать видение, и сами же будут ему истолковать. все благословим Господь.